14, 13, 11 и 27 городские маршруты сегодня в последний раз вышли в рейс. Завтрашнего дня ждать на остановке их не стоит. Эти четыре маршрута упразднят. Еще у пяти, это 10, 59, 56 поменяется схема движения. Неизменными останутся только 1, 5, 5, 25 и 34 городские маршруты. Неудобно будет. Будем на остановке стоять. И так стоим по полчаса, бывает, особенно утром. Не знаем, будем ночью ходить, пешком. Нам, пенсионерам, пойдет, у нас проездные льготные. А кто учится, ученики, молодые, на работу пересадки, конечно, накладно получается. Это ни к чему, потому что здесь вообще мало автобусов, сейчас будет ходить. Во-первых, больница тут, как бы всем удобно было. Сейчас как-то не очень будет удобно. Вообще все недовольны. Я знаю, в круг моих друзей, там знакомых, все недовольны. Не знаю, чем дело кончится, но ничего хорошего нет. По мнению многих гаражан, новая схема движения автобусов усложнит ситуацию. При пересадках пассажирам придется платить дважды за проезд. А это значительно ударит по карману. Своё возмущение в адрес транспортников люди выражают на интернет-форумах. Они специально сделали, чтобы люди ездили с пересадками, как в больших городах. Согласна. Специально, чтобы пересаживались и больше денег платили. Скорее пешком, как в деревне. А это письмо в нашу редакцию принес пенсионер. В нем он подробно рассказал, что ежедневно возит свою внучку на 14 маршруте в коррекционный детский сад. По его мнению, утром и вечером в автобусах всегда много народу. Среди пассажиров – дети и родители. Но теперь многие решили не посещать дошкольные учреждения, пока рейсы не будут возвращены обратно. Это обращение мы передадим депутатам. Они обещают тщательно отслеживать пассажиропоток, изучать плюсы и минусы новой схемы. В Нижнекамске с понедельника начнет работу специальная комиссия. Если будет много недовольств со стороны горожан, то будут внесены коррективы. ПТП объясняет изменения маршрутов большими убытками. Действующая маршрутная сеть стала малоэффективна. Пришло время ее оптимизировать, улучшив качество обслуживания. Этот вопрос был рассмотрен в неочередной сессии Гурсовета. Не лучше обстоят дела на маршрутах 11, 13, 14, 25 и 27. При среднем уровне наполняемости в пределах 20% данные маршруты дают наибольшие размеры убытка на одну поездку пассажира. Из всех представленных маршрутов только один маршрут номер 55 является рентабельным и пользующимся у горожан популярностью. Реализация плана по прогнозам транспортников позволит увеличить наполняемость автобусов, сократить интервал движения. Согласно новой схеме, автобусы 10 маршрута теперь не будут проезжать через ЦРБ и рынок. После улицы Спортивные они сразу поднимаются на проспект Химиков. Значительно сократится схема движения 55 маршрута. По Менделеево автобусу будут доходить только до страховой компании Чулпан. Хотя раньше объезжали всю улицу, вплоть до второй городской больницы и шли на Сюмбике. У 56 маршрута изменения будут не столь значительны. Теперь схема движения не будет проходить по проспекту Вахидова. Что касается автобусов под номерами 57, то после гостиницы Кама они сразу поедут в сторону Тука и Корабельной, минуя Тихо-Алею, Мира и Сюмбике. И, наконец, маршрут 59. Теперь он будет сконцентрирован на начале проспекта Химиков, студенческой проспекте Мира и Сюмбике. А значит, не будет проходить через проспект строителей в направлении НКЦ. Согласно новой схеме, городские маршруты перестанут дублировать друг друга. Пересесть одного автобуса на другой можно будет на пересадочных пунктах. Всего в городе их будет шесть. Это около Эссена на Гагарина, на Менделеева, около больничного городка, около Раздолья, около Лагуны, гостиницы Кама и около рынка. По прогнозам транспортников, интервал движения городских автобусов должен сократиться до 8 минут. Мы будем следить за развитием событий. Лилия Егорова, Ренат Харасов, Новости НТР.